Добрый день, дорогие друзья. Понедельник, 16 часов 65, 10, 9, 9, 6. Прямой эфир на Охота на Герчика. У нас в гостях очень интересный гость, его все знают. Это Сергей Григорян, директор по инвестициям компании «Уралсип», поправляющая компания. Добрый день, Сергей. Сереж, добрый день. Добрый. Огромное количество людей вам передавало привет. Как раз хочу в прямом эфире вам передать привет от них. В первую очередь от Федора Чешкова, вашего огромного поклонника. Спасибо большое за привет. С первых фраз хотел бы, конечно, задать сразу прямой вопрос, потому что мне Федя там сразу наказал, говорит, что говорить. Но если не трудно, просто вообще расскажите, как вы пришли, потому что, насколько я знаю, я почитал, вы довольно-таки давно в индустрии, работали, в принципе, в Pioneer Investments, огромной компании и в ее российском отделении. Да, так точно. Если не трудно, просто расскажите ваши корни. Ну, корни, на самом деле, очень простые. Все те, кто начинал работу финансовой индустрии, инвестиционной индустрии в 90-х годах в России, как правило, имели техническое образование, хорошее, как бы, из, так сказать, топовых российских технических вузов, в том числе и я. Начинал я работать в свое время в банке, который до сих пор прекрасно существует и входит даже, по-моему, в топ-40, там, Бинбанк. Бинбанк, да. Да, очень хороший банк, как бы, начинал я там в 95-м году, дорос до начальника отдела валютного дилинга, там была прекрасная у нас компания, ребят, которые в дальнейшем очень сильно, так сказать, развились и выросли. Там мы занимались изначально Форексом, затем… Да, да, 90-е годы все, и в МДМ-банке была очень-очень хорошая группка людей. МДМ был, автобанк был. МДМ, да, 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 3-4 банка были, которые, я знаю, гоняли миллиардные объемы. Точно, да. И, собственно говоря, потом уже постепенно развиваясь, как бы, мы перешли там и на акции, в том числе на российские, там, и на облигации. Начал тогда увлекаться техническим анализом, если честно, достаточно глубоко. В дальнейшем уже, по мере развития карьеры, так сказать, можно сказать, оформил это свое увлечение в виде сертификата CMT, есть такая американская степень, Chartered Market Technician. Маркет Technician, да. Вот, в 2005 году я сдал все три ступени на этот экзамен. Очень хорошая, кстати, тема для тех, кто технический анализ не представляет в виде какой-то там астрологии и рисования там линий поддержки сопротивления. А кто хочет глубоко вникнуть в эту тему, список литературы там огромнейший. Как бы он включает в себя, помимо, естественно, классики жанра, там, Мерфи, Швагера, такие вещи, как психологию человеческую, такие вещи, как фундаментальный анализ, компьютерное моделирование. То есть массу всего. Тяжелый экзамен? Там три экзамена, как в CFA. Составляющие, как в CFA, да. Да, да, вот, и как бы три ступени, пока очередную не сдашь, к следующей они допускают. Вот, и... То есть экзамен тяжелый? Ну, я бы так сказал, для меня, как для человека, который к тому времени уже давно был на рынке, первый экзамен был очень легкий. То есть я помню, я сдавал его, написал там эти Maltipel Choice ответы буквально за полчаса написал, просто и первый вышел, уехал там гулять по Женеве. Вы сдавали... Это было в Женеве. В Европе, я знаю, можно американские, в Лондоне можно сдавать. В Москве не было, и, по-моему, до сих пор нет. В Москве можно это сделать при условии, что набирается группа больше десяти человек и приезжает выездной. У нас ребята просто тоже, когда готовились к серии 7 здесь, как ни странно, в Москве, можно взять выездного человека, и они приезжают сюда, там им оплачиваешь, все, и сдаешь экзамен. Понял, ну, значит, прогресс уже. Тогда я просто выбрал себе там на выбор, решил, так сказать, сочетать приятное с полезным, и ездил сдавать просто в разные города. Там первую ступень в Женеве, вторую в Вене, кажется, третью в Лондоне, то есть просто заодно и погулял. Ну, первая ступень была для меня, как для практикующего человека, очень легкой. Вторая была тоже, в принципе, легкой, то есть я ее там написал тоже за полчаса раньше срока, как бы. Третья ступень, она была, конечно, посложнее, я думаю, она и сейчас так. Я тоже ее сдал с первого раза, как бы, но там пришлось потрудиться, то есть, во-первых... Попотеть. Попотеть, потому что там не только были мало типа choice, а еще и были три таких типа эссе, мини-ресерча нужно было там написать. Написать. Да, уже по ходу дела. Типа отчет по акции. Да, да, да. По акции или там по какому-то коммодите, неважно, там дается просто какое-то задание. Вот. Это было в 2005 году. Соответственно... Ну, делал, извини, что перебивая, делал это ты сугубо для себя. Да, это абсолютно для себя, то есть никакого... Ну, да, лицензия тебе ничего все равно по-любому не дает. Это даже не лицензия, это сертификат типа CFE. То есть, он просто, скажем так, позволил мне самому упорядочить свои знания в этой области и узнать что-то новое. Например, до сдачи этого экзамена я не знал такого автора, как Перри Кауфман, который пишет, на мой взгляд, супер книги по компьютерным моделям для трейдинга. — Алго-трейдинг. — Да. И причем он пишет так подробно, так досконально разбирая все. Как бы человек очень щедро делится своими идеями. — А вот скажи еще раз, имя, фамилия автора, на самом деле очень большое количество радиослушателей. — Перри Кауфман. — Я сам даже запишу для себя. — Перри Кауфман. — Перри Кауфман, да. Я не уверен, что его перевели на русский. Может быть, что-то изменилось. Я его, естественно, в свое время в оригинале читал. Но там, на самом деле, не нужно большое знание английского, чтобы прочитать, потому что в основном, как бы, рыночная терминология. — Наш, кто захочет, тот сделает. — Да, тот сделает. Недавно у него вышла, относительно недавно, там, пару лет назад, вторая книга, которая называется «Альфа-трейдинг». Очень классная книга, я считаю, для тех, кто интересуется темой рыночно-нейтральных парных стратегий. Очень классная книга. Вот. Ну и, собственно, вот карьера начиналась, можно сказать, с такого, с трейдинга. — 18 лет в трейдинге — это очень серьезно. — Ну, в последние годы я бы не сказал, что это трейдинг, потому что где-то в 2006 году, когда я работал в компании «Русь Капитал», ныне она называется «РГС Управление Активами», компания, входящая в холдинг «Росгострах». — Да, «Росгострахин», действительно. — Значит, тогда мы запустили «ПИФы», и, ну, там, где «ПИФы», там уже такого активного трейдинга нет, естественно. Хотя до этого мне в рамках этой компании, как бы, доводилось поторговать и на пропе, и в России, и в том числе на западных рынках, там, в основном, ИТФами. Вот. Но после того, как мы запустили «ПИФы», там немножко другой подход, уже более такой долгосрочный, да, портфельный, там другие критерии оценки. — Совсем другие игры, да. — Совсем другие. И, как бы, после этого вот и в «Пионере» было то же самое. Там уже была чисто такая традиционная инвестиционная компания. — Купил и держи. — Ну, купил и держи. Вот тут, на самом деле, такая тема. — Купил, управляй, держи. — Управляй, да. Купил и управляй. Потому что компания декларировала, что у нее нет и никогда не было индексных фондов. То есть все фонды активные, да. Но при этом все фонды... Вообще, индустрия «ПИФов» такова, что нужно понимать вот тем, кто собирается в них инвестировать, что они по своей природе, так сказать, это такие продукты, которые ориентированы на определенные бенчмарки. Соответственно, управляющего очень большой риск быть недовешенным. — И практически ты вот со мной согласишься, я уверен, что 95% тех, которые так или иначе пытаются просто инвестировать в активы, им очень тяжело просто с бенчмарком. То есть если просто покупать акции какие-то, которые входят в МВБ, и держать, то ты практически всегда проиграешь индексы. — Есть статистика, по-моему, американская, которая там показывает, что три четверти фондов... — Как раз мы и тут цифру сказали, да. Три четверти фондов как раз именно на горизонте проигрывают индексы. — И причем на разных горизонтах обыгрывают индексы, как правило, разные фонды. То есть очень редко бывают ситуации, когда один и тот же фонд на любом горизонте, который ты берешь, там год, два, три, пять, десять, чтобы он всегда обыгрывал. — Прошлый год были многие, всего из лонг-шорт, всего два-три фонда были, которые сделали больше 30%, но было огромное количество, которые сделали на дестресс. — Очень много вот этих... — Это была горячая идея. — Да-да, моргиджи, кредитование и все остальное. — Вот. Поэтому, когда речь идет о пифах, это нужно понимать заранее, на берегу, так сказать, перед тем, как ты занес туда деньги, что это не тот инструмент, где управляющий будет для тебя, условно говоря, колбасить и пытаться каждый день что-то наторговать. Там совсем другой подход. Там задача управляющего переиграть свой бенчмарк и оказаться выше, чем свой средний конкурент. Исходя из этого, строится его инвестиционная стратегия. — Тогда вопрос один. Мы тоже управляем активами. И вопрос один. Какой смысл тогда инвесторам нести деньги в пифы, если есть высокие депозиты? — Высокие депозиты, имею в виду рублевые... — Пока рублевые, да, конечно. Мы потом поговорим, я знаю, в принципе, на что вы нацелены, что вы планируете, это будет во второй части, я задам вопрос. — Несомненно, рублевые ставки по депозитам — это один из таких вот элементов, которые тормозят сейчас последние пару лет приток денег в пифы. Это нормально. Другое дело, что нужно понимать, что такая ситуация не может быть. — Я знаю, в принципе, тема очень интересная. У нас просто 20 секунд осталось до окончания первого раунда. И, дорогие друзья, хочу представить нашего гостя. Как вы видите, очень интересный человек с первых же минут беседы. Это Григориан Сергей, человек громодное количество времени в бизнесе, директора по инвестициям в рулящей компании «Уралсип». У нас прямой эфир 65 10 9 9 6. Звоните, задавайте вопросы. Все вопросы будут в прямом эфире. А сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, прямой эфир 65 10 9 9 6. Звоните, задавайте вопросы или пишите вопросы на странице финам.фм. А у нас в гостях Григориан Сергей, директор по инвестициям, управляющий компанией «Уралсип». Сережа, еще раз. — Да, добрый день, еще раз. — Мы затронули тему с высокими депозитами, потому что, в принципе, если математически посчитать, например, тот же пиф, то получается, что как минимум надо более-менее показать доходность по пифу 15-16%, чтобы клиент ушел приблизительно с суммой депозита. Потому что, естественно, я в таких же условиях, то есть я не говорю, что это в твой огород, потому что я также занимаюсь управлением активами и в ту же сторону, что и тебе. То есть надо будет уплатить управляющему определенную ставку минус налоги, потому что если, в принципе, ты, например, там в Сбере даже берешь 8,5 получаешь на рубли, то налоги ты не платишь. Учетная ставка. Поэтому почему? — Ну, как я начал говорить, естественно, такие высокие ставки депозитов — это один из элементов, ограничивающих приток последние два года. Несомненно, еще одним важнейшим элементом является стагнация, консолидация на рынке акций, потому что если посмотреть на наши индексы, они просто находятся в широком коридоре. Они не растут и не падают. Поэтому тот, кто, условно говоря, купил там полтора-два года назад, он может просидеть это время и сейчас обнаружит, что он там примерно в нулях или даже в минусе в каком-то. Но, во-первых, даже в таких условиях есть инструменты, которые депозиты бьют. В частности, вот наш фонд облигаций, например, в прошлом году сделал 13,6%. При том, что если посмотреть на его экути, то у него практически он без просадок прямо и плавно рос весь этот год. Но даже отняв 13% налога, все равно получается там цифра, сопоставимая с самыми высокими депозитами. То есть это, во-первых, продукты всегда можно найти. Во-вторых, нужно понимать, что такая ситуация с депозитами, она вряд ли продлится очень долго. То есть я лично уже тенденция на снижение. Сейчас хотят, да-да-да, вот выступал Греф и сказал, что хотят понизить ставку, а там те же по кредитам и все остальное, это естественно, что и в банке будут давать меньше. Да, поэтому нужно к этому быть готовым. То есть, да, была такая возможность, ею нужно было пользоваться, глупо было ее не пользоваться. Но сейчас, во-первых, эта тенденция начинает разворачиваться по ставкам, а во-вторых, увеличились, на мой взгляд, валютные риски, потому что вы получите свои 8,5-9 по рублям, а что это с точки зрения покупательной способности, это еще большой вопрос. Да, если даже просто взять отношение к доллару, это... Абсолютно верно. Вот элементарно, если взять просто 4 месяца, последние 4 месяца, там с 31, практически там до 33,5, да, мы потеряли, в депозите заработали 8,5. Вот вы считаете, минус 7%, как бы 7-8 на валюте потеряли, то есть остались при своих примерно. Ну, естественно, опять же, зависит от вашей базовой валюты. Если у вас базовая валюта рубль, то, наверное, для вас это... В долларах дают 3,5. Да, да, так точно. Но, опять же, не все могут себе позволить там диверсифицировать по объемам, да, свои деньги между разными валютами. Вот. Но для тех, кто пытается каким-то образом, как я это называю, сделать себе такой собственный пенсионный фонд, такой долгосрочный задел на будущее, это нужно учитывать, что нужна обязательно диверсификация и по инструментам, и по валютам. Обязательно, согласен с тобой. Вот. И, собственно говоря, с этой целью мы, в общем-то, в этом году и затеяли проект вот с новыми фондами. С ETF-ами. Фондами, в базе которых лежат ETF-ы, да, потому что это не в чистом виде ETF-ы наши российские, а это PIF-ы, в основе которых лежат ETF-ы. Не российские, естественно. Да, не российские. А ETF-ы от крупнейших провайдеров... Я читал, BlackRock. Ну да, самый крупный BlackRock, там, кто еще, Vanguard. Vanguard, да. Их много очень. iShares, там, и так далее. Ну, там есть свои риски. Риски всегда есть. Риски, в первую очередь, рыночные, потому что ETF-ы, это что? Как я уже вначале говорил, это индекс. Та же производная на определенные. Это корзина бумаг просто. Вот есть, например, индекс S&P 500, да, в него входит 500 американских акций крупнейших. ETF на этот индекс, это просто биржевой фонд, который собирает в этих же пропорциях эти акции. Те же спайдеры. И все. Плюс в том, что отсутствует риск ошибки управляющего, потому что... Что купить, что продать. Да, он покупает индекс. Минус в том, естественно, что... Если неправильно определил. Не, не то, что определил. Определять... Направление. Ну, минус в том, что у этого инструмента та же волатильность и те же риски, что и у рынка. То есть, если ты взял неправильное направление рынка, то ты потерял деньги. Да, естественно. То есть, это не продукт абсолютной доходности, нужно понимать, да. Это совсем другая тема. Это индексный продукт. Соответственно, наша задача, мы ее видели таким образом, чтобы, не увеличивая риск управляющего, просто предложить набор индексных продуктов людям, который позволил бы им нарезать свой собственный салат в тех пропорциях, в каких они хотят. Но при этом мы изначально рекомендуем им 4 разных салата, условно говоря, в зависимости от их риск-профиля, где эти фонды нарезаны уже в определенных пропорциях. Но при этом ничто и никто не мешает им, в общем-то, купить отдельный фонд, один, если он им больше нравится, или нарезать в каких-то своих пропорциях. То есть, до сих пор, например, такой возможности для розничного клиента не было. То есть, в этом плане, несомненно, там есть свои минусы, потому что, как бы, получается, что российский инвестор вынужден платить комиссию за управление российским ПИФом, которая уже включает в себя комиссию ETF. Но надо понимать, что, во-первых, комиссии таких ПИФов, они очень низкие, они раз в два ниже рыночных, чем по обычным, привычным, там, всем фондам акций и облигаций. И та комиссия, которая лежит в базе на ETF, это обычно, там, меньше полупроцента. То есть, это, там, речь идет о нескольких, там, паре десятков пипсов буквально. Как раз-таки из-за того, что там нет активных решений управляющего, соответственно, управляющие компании, вот эти крупнейшие, западные, за счет эффекта объема могут себе позволить держать очень низкую комиссию. Вот. Я уверен, что по мере роста этого сегмента рынка у нас, по мере накопления активов и комиссии на ПИФы такие тоже будут снижаться, несомненно, да. А вот, опять же, наш общий друг Федя говорит, задай конкретно вопрос. Вверх или вниз? Человек тебя нет. Нет, абсолютно нет. Нет, мы такие вопросы не задаем, ты управляющий, мы другие вопросы зададим. А, то Федор считает тебя признанным мастером именно межрыночного анализа. А, спасибо большое. Вот конкретно, это не лезть абсолютно, ты в 80 передач было крайне редко. Он, наверное, просто на мой сайт заходит просто и читает. Крайне редко я кому-то могу сказать, что действительно там человек, мастер своего дела, ты управляешь очень большими активами, там, у нас есть несколько человек, которые там, ты, Есин Андрей, еще несколько человек, которые действительно управляют крупными активами. Вот, межрыночный анализ. Сейчас поподробнее. Ну, межрыночный анализ, я его воспринимаю, как возможность, как сказать, заглянуть за кулисы рынка, почувствовать, услышать внутренний голос рынка, то, что не лежит на поверхности. Вот, что я имею в виду. Например, торгуем мы, к примеру, российскими акциями. Можно, как бы, такую логическую цепочку провести. А российские акции, это, хотим мы того или нет, это дериватив на глобальный риск-аппетит. В общем-то, когда во всем мире идет фаза риск-он, мы от этого, как правило, выигрываем. И наоборот. Соответственно, как узнать, есть риск-аппетит в мире или нет? Вот здесь нам на помощь может прийти межрыночный анализ. Мы можем взять, например, и посмотреть, как себя ведут высокорисковые облигации глобальные против трежерис. Поделить одно на другое, получить новую линию, и смотреть динамику этой линии. Какой-то коэффициент. Да, коэффициент. Если мы видим, что это соотношение, например, пробило какие-то важные уровни сопротивления, или, условно говоря, 200-дневную или 200-часовую среднюю, в зависимости от вашего горизонта, и растет, это значит, что на рынке фаза риск-он, и в этот момент мне, например, комфортнее находиться в российских бумагах. И наоборот, когда это соотношение падает, в общем-то, нахождение в российских акциях, оно становится более опасным. Несмотря на всю его, так сказать, привлекательность фундаментальную, и так далее, и так далее, я сейчас говорю исключительно, как с точки зрения трейдера. Вот, или, например, торгуем мы там просто любым рисковым активом, там, индексом S&P 500. Есть на рынке так называемые защитные сектора, то есть, как правило, к ним по теории принято относить, там, consumer staples, допустим, utilities, telecoms, да, я говорю про глобальные рынки. Вот, мы смотрим на то, как себя ведут отраслевые индексы, этих секторов по сравнению с индексом. Если мы видим, что динамика этих защитных секторов отстает от рынка, то есть, тренды вот эти относительно падают, значит, надо находиться, как бы, в рынке акций. И, соответственно, наоборот. Вот, очень просто. У нас, извините, перебью тебя, у нас очень с тобой похожая вещь, я это никогда не называл межрежечным анализом. Ну, это не я придумал, это Джон Мерфи. Нет, я просто говорю, я не читал книжки, но я всегда, так же самое всегда студентам говорю, смотрите сильные слабые акции, сильные слабые сектора. Вот, то, что на самом деле, дорогие друзья, то, что Сергей сказал, это очень интересная схематика, всегда смотрите, как себя ведут защитные сектора, там, по сравнению, действительно, с главными индексами, с такими, например, как S&P. Вот, просто процитирую Сергея. Если вы, на самом деле, видите, что те же телекомы или консумер компании отстают, значит, деньги, скорее всего, идут в рисковые активы, в акции. Если вы видите, что начинает опережать, то, скорее всего, деньги уходят в более защитные. То есть, ты по-простому отслеживаешь, куда могут идти деньги. Абсолютно, да. Если мы берем, например, более какие-то нишевые вещи, например, торговлю, там, золотом, да, то есть такая штука, как соотношение, вот это мое любимое, одно из моих любимых соотношений, индекса золотодобывающих компаний к цене металла. Как правило, золотодобывающая компания, это более рисковый актив, чем сам металл. Он имеет более высокую бету по отношению к металлу. И когда акции индекса золотодобытчиков начинают этот металл опережать, это хорошая фаза для торговли, допустим, для взятия, там, лонговой позиции в самом металле. И наоборот, соответственно. То есть этот индикатор, вот, соотношение акции против металла являются лидирующим индикатором в данном случае. Да, это не работает, может быть, в ста процентах случаях, но в ста процентах это работает. В ста процентах вообще ничего не работает. Ну да, это точно. Если у тебя, то есть, по сути дела, то, что ты говоришь, ты добавляешь очень хороший усиливающий сигнал уже к тому, что есть. То есть человек, например, смотрит, открывает график и говорит, вот золото хорошо смотрится, золото надо покупать. И тут он вспоминает передачу с Сергеем Григорианом и говорит, а вот Сергей Григориан там в передаче сказал, если еще посмотреть именно соотношение индекса золота, например, к индексу золотоотобывающих компаний, и такая-то цифра, то действительно сигнал подтвержден. То есть это просто усиление сигнала. Абсолютно, причем очень хорошее усиление. О таких вещах, вот конкретно, тут советы, на самом деле, от Сергея Григориана мы сегодня поразговорили, и думаю, он нам дает дельные советы. И 6, 5, 10, 9, 9, 6. У нас очень интересный гость. Григориан Сергей, директор по инвестициям, управляющий компанией УралСип. А у нас перерыв на новости. Дорогие друзья, мы приветствуем вас в третий раз. 6, 5, 10, 9, 9, 6. Прямой эфир, задавайте вопросы. Григориан Сергей, директор по инвестициям, управляющий компанией УралСип. Сережа, еще раз. Добрый день, Через. А советы, которые ты дал, по именно усиливающим индикаторам, очень хорошие. Что бы еще интересного? Ну, во-первых, я бы, прежде чем, так сказать, продолжать рекомендовал бы тем, кто интересуется этой темой и вообще хочет развиваться в направлении, так сказать, серьезного трейдинга, а не просто того, что называется колбасить на рынке, почитать умных людей, в частности, Джона Мерфи, межрыночный анализ. Очень, я думаю, много нового вам откроется, очень много пользы получите за какие-то там 500 рублей, которые стоит книга. Я думаю, очень много денег сэкономите. Даже пиво сейчас в наше время не попьешь за эти деньги. Ну, не, ну, пару кружек можно. Ну, да. Вот. Очень много денег это вам позволит сэкономить и при грамотном подходе заработать. Вот. Значит, что еще тут можно? Ну, про золото, про золото я сказал. Вообще, вот этот межрыночный анализ, я его, как правильно сказал Александр, использую в качестве такого усиливающего и подтверждающего сигнала. Нет на рынке панацеи, никогда не было и не будет. Нет Граиля, да? Но когда вы видите, что у вас со всех сторон, как бы, ваши сигналы, 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 и это еще подтверждено вот этим, тем, что я называю внутренний голос рынка, на мой взгляд, это многократно этот сигнал усиливает. Вот и все. Все очень просто в этом плане. А вот в 2008 году, да, что, вот, как ты видел рынок, что рынок подсказывал? Ну, в 2008 году, я скажу честно, я выступал тогда в мае месяце на конференции одной здесь в Москве, которая называлась, по-моему, risk and return, как-то так, с презентацией, как раз посвященной межрыночному анализу. Это была середина мая. И там я сказал как раз таки, что сейчас ситуация, когда из рынка акций нужно выходить, но, естественно, я не хочу брать на себя лавры гуру, никогда им не являлся и, в общем-то, не собираюсь им являться. Естественно, я не мог ожидать, что будет такое падение. То есть тогда в мае рисовалась очень хорошая коррекция на рынке. Я не исключаю, что... А что вот тогда именно конкретно в мае было по твоим сигналам, что рисовала коррекция? Я сейчас, наверное, конкретно не вспомню ту презентацию. Наверное, смотри... Я не думаю, что ты не помнишь, ты именно вспомнишь, что все-таки рисовала. То есть какие тогда были предпосылки в этом плане, то есть мы людям сможем дать какой-то посыл? Я думаю, смотри, я думаю, что там было однозначно соотношение индекса брокеров-дилеров к рынку, потому что брокеры-дилеры это лидирующий индикатор на рынке. Когда они начинают опережать широкий рынок... И между индекс брокер-дилеров это торгующий? Да, конечно. Сам именно индекс? Сам индекс есть, да. Да, из Goldman Sachs, Morgan Stanley. Есть даже ETF на этот индекс, который можно просто поделить на индекс S&P и посмотреть, как себя ведет эта штука. То есть там было видно, что, например, наблюдаются очень жесткие дивергенции. Допустим, у тебя индексы показывают новые хаи, а соотношение, допустим, брокеров к индексу, оно эти хаи не подтверждает. Или, например, по другим риск-индикаторам, типа High Yield Bonds. К High Grade Bonds, о чем я говорил. То же самое, индикаторы не подтверждались. Ну, в смысле, хаи не подтверждались. То есть это все как бы создает такой сетап, я бы сказал. Это еще само по себе не является, да, вот непосредственным сигналом. Это создает сетап, когда ты должен уже включить, как бы, так сказать, более внимательно смотреть на мониторы и уже более, как сказать, с большим доверием относиться к непосредственным сигналам уже на графике того актива, которым ты торгуешь. И когда мы увидели, что там пробивается какой-то локальный лоу по индексу, там, допустим, российском, то просто к этому уже отношение другое. То есть это вот все наблюдалось в середине мая 2008 года. Я, конечно, не только я, наверное, никто не ожидал, что будет такой коллапс на рынке, но даже если вот зашли там через 20-30 процентов, все равно бы как бы сэкономили гораздо больше денег, чем это сделал там среднеуправляющий в то время. Тогда из этого всего выходит следующий вопрос. Как ты видишь рынок сейчас? Российский и американский? Я уверен наверняка, так как ты, как говорится, все время уделяешь там огромное внимание как раз именно межрыночному анализу. Я уверен, что ты... Давай сначала перефразирую немножко вопрос, с какой частотой ты проводишь межрыночный анализ. Я уверен, что ты не постоянно сравниваешь это. Нет, конечно, не постоянно, но... Раз в месяц, раз в две недели, раз в два месяца, раз... Да нет, на самом деле на графике я смотрю каждый день. Хотя я сам там... То есть у тебя, например, вот эта дележка, там она выведена в какой-то экселевский, к примеру, образный файл, и ты смотришь, как себя ведет твоя кривая. У меня... Не, не в экселевский. Зачем? У меня есть... Я пользуюсь просто сервисом, не буду его, наверное, рекламировать, как бы... Нет, почему ты можешь это рекламировать? Ничего в этом плохого нет. Это западный сервис, называется stockchars.com. Если кому-то это поможет, у нас нет проблем. Нам никто за рекламу не платит, и у нас за все время никогда не было платных передач. Это прекрасный сервис, где в его основателях находится сам Джон Мерфи, как бы гуру современного технического анализа, который до сих пор, несмотря на свой возраст, для платных подписчиков пишет свои newsletters еженедельные. Да, сам, где очень большое внимание уделяет как раз межжирночному анализу. И этот сервис позволяет вот платным подписчикам, опять же, там, кстати, речь не о таких больших деньгах, там порядка 300-400 долларов в год, по-моему. Stockcharts.com. Позволяет вам строить вот эти вот соотношения, поделив, скажем, один актив на другой, выводить его на красивый, очень подробный график в виде отдельной линии, в виде отдельного графика, и уже применять к этому соотношению привычные вам методы анализа. То есть любые там скользящие средние, RSI, MACD и так далее, и так далее. Поэтому этот сервис что вам позволяет делать? Например, поделить график на две части, наверху у тебя соотношение, допустим, брокеры-дилеры против S&P, внизу у тебя сам индекс S&P. И вот что я вижу сейчас, например, когда я смотрю, я вижу, что S&P на той неделе показал новый локальный хай, а соотношение брокеры-дилеры против S&P не показали этот хай. То есть они в течение всего месяца июля S&P рос, а соотношение не росло, поэтому вот для меня это как бы такой warning sign, я бы сказал. То есть пока это не является непосредственно сигналом на выход. Как долго это продолжается? То есть, по сути дела, мы-то хай обновляли уже последние там 3-4 месяца. Это вот в июле в первый раз случилось. До конца июня... Это и был вопрос. То есть до конца июля мы шли как положено. До конца июня мы шли как положено, а июль что мы увидели? Мы увидели, что индексы переписывают хай, а вот эта внутренняя сила рынка, она уже новые хай не показывает. По сути дела, мы где-то возле издыхания. Вот я бы так назвал. Потому что все, что я слышал, и я недавно сам выступал, понимаешь, что получается. Вот ты один из немногих, кто сегодня пришел и конкретно сказал. Поэтому, поэтому, поэтому. Потому что очень часто я слышу, и с нового года я не дал ни одной шортовой рекомендации, потому что на рынке не было предпосылок. Абсолютно никаких. Я не изучаю там межедрочный анализ. Я его не знаю вообще, и так глубоко, как его знаешь ты, я не думаю, там может быть несколько людей, кто его так знает. И я тебе скажу честно, что все, что я слышал, все пара-пара-пара-пара, мы падаем-падаем, но никто не мог объяснить. То есть ты сегодня сказал, что вот это первый посыл. Это первый посыл, да. Что будет вторым посылом? Ну, я думаю, что если вот мы увидим такие же дивергенции сейчас, нужно просто проверить другие вот эти индикаторы риска аппетита, например, high yield, облигации против трежерис. Против трежерис. Или, например, такую штуку, я тоже ее отслеживаю, как индикатор для российского рынка, индекс компаний там, сталелитейных против широкого рынка. Если мы увидим такие же дивергенции как бы на других вот этих соотношениях, и после этого мы увидим на графике самого индекса S&P… Что мы пока не увидели. Пока не увидели, да. Только после того, как мы увидим, допустим… Какая-то там тройная верхушка или еще что-то. Ну, в академентную модель какую-то разворотку. Обновление, обновление локального минимума какого-то. Какой-то разворотный сигнал. Это будет сигналом, на мой взгляд. То есть, по сути дела, то, что ты говоришь, если это можно назвать там межрежечным анализом, ты берешь тело человека, который образно с виду здоров, и начинаешь изучать жизненно важные органы. Если какой-то жизненный орган, ты говоришь, там, вот сердце болит, скорее всего, из-за, например, плохого притока крови, а плохой приток крови, потому что, скорее всего, что почки. Но если будет то-то, 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 то может случиться это. Да, это ты очень так образно описал, я, честно говоря, в таком ракурсе не рассматривал. Тебе понравилось это вести? Да. Отлично. Очень неплохо. Да, потому что, допустим, когда у меня началась проблема с ногой, я прихожу, и доктор сразу же говорит, это не проблема только с ногой, это проблема там с этим, с этим, с этим, и все. Я-то пришел, думаю, сейчас там ногу полечат, и все пройдет. Оказывается, нет. То есть, по сути дела, должно быть вот этот набор сигналов для тебя, да, не какой-то один сигнал, например, это, естественно, и технический анализ. То есть, ты себя считаешь технарем, чистым? Ну, я все-таки оттуда вышел. Конечно, после того, как в 2006 году я стал плотно заниматься пифами, естественно, там это несколько отошло на второй план, но как бы это то, с чего я начинал, естественно, я не мог это забросить полностью. Просто там уже пошла комбинация, я бы сказал, больше технического и фундаментального анализа. потому что, ну, опять же, вот интересный момент, да, что позволяло, например, пифу акций, которым я управлял, находиться в верхней половине рейтинга, несмотря на все жесткие лимиты, которые были с точки зрения… А, лимиты очень жесткие. Лимиты в пифах очень жесткие. Я знаю, у нас же, вот, Богдан Сгерский работает, который выходит с той же компании, где и ты был, чуть-чуть позже тебя. Там действительно я смотрел просто, ну, как бы я экзамен в СФР смотрел, там очень жесткие лимитации, там нахождение в Киеше, количество там, которое все время надо в позициях сидеть. А очень часто бывает, что внутри компании еще более жесткие лимиты, более жесткие, чем дает законодательство. Вот, так вот, мне, например, помогало то, что я вот применял вот эти методы относительной динамики для управления там портфелем конкретно российских акций. То есть я, например, если видел, что я сейчас за то, чтобы, например, сокращать риск, то продавал я те акции, которые слабее рынка, вот как ты говорил. А как увидеть, слабее они или нет? Очень просто, просто поделить цену акции на цену индекса, как бы, и увидите вы, эта кривая падает или растет. Если она падает, значит, акция слабее индекса. Их я старался в портфеле не держать. Да там даже просто, чтобы далеко не ходить, можно просто визуально, просто элементарно открыть, посмотреть, как себя ведет эмитент по сравнению с индексами. Если ты там элементарно видишь, что там эмитент пошел 5 дней вверх, а там индекс идет 12 дней вверх, или там просто в наклон элементарный, или в процентном отношении, то даже по сами можно посмотреть. Конечно, можно, если у тебя там, грубо говоря, 5 акций на мониторе. Согласен. А когда у тебя там универс 60-70 бумаг, то это сложно делать, поэтому у меня, например, это было выведено просто отдельно в Excel, где вот эти соотношения просто обсчитывались из Bloomberg, качались, обсчитывались, и было сразу видно, например, из этих 70 бумаг, там, 10 торгуются, соотношение бумага индекс торгуются, там, например, выше своей 50-дневной средней, то есть это сильные бумаги. Да. Если я играю сейчас рынок от ланга, значит, я играю только в эти бумаги, на остальные я даже не смотрю. Не смотрю. То есть это, опять же, вопрос. Да, это такой фильтр. Это подход такой, более присущий, так называемым моментум управляющим. Да, моментум трейдинг. Это вовсе не означает, что это единственный верный подход. Нет, ну на самом деле это подход великолепный. Он просто мне понятен. Он, скажу тебе честно, он не просто тебе понятен, я здесь солидарен с тобой на 200%, потому что в нем есть логика, простая логика. То есть, да, когда у тебя там в портфеле, ты правильно говоришь, 100-200 тысяч рублей, тебе, может, и не надо обращать внимание на такие более глубокие вещи, ты можешь просто там какой-то паттерн зайти. Я уверен, что ты паттернов миллион знаешь, учитывая, что ты столько лет занимаешься техническим анализом, как и я. Миллион разворотных паттернов или продолжение движения. Поэтому я тут с тобой согласен, потому что это хороший, логически оправданный вариант. Сейчас буквально через 30 секунд уйдем на паузу, но у меня вопрос такой. Я так понял, что ты живешь рынком, как и я. Ну, я бы сказал, ну в принципе можно сказать и так, потому что каждый день я, в общем-то, смотрю на график. Здесь даже мы не говорим в плане работы, ты понял, что я имею в виду. Не, я и сам как бы торгую, в общем-то. Мы об этом поговорим в четвертой части. Дорогие друзья, очень интересный гость Сергей Григорян с Азет Менеджмента Урал СИП, 6, 5, 10, 9, 9, 6, перерыв на новости. Дорогие друзья, 15 минутка, 6, 5, 10, 9, 9, 6. Я вижу, что гостя мы не захотим сегодня отпускать. Гости очень интересные. Сергей Григорян, директор по инвестициям управляющей компании Урал СИП. Сережа, четвертый раз, ты начал рассказывать о своем собственном трейдинге. Как ты торгуешь так же, я уверен, что немножко поагрессивнее? Ну, во-первых, я бы не назвал, наверное, это в чистом виде трейдингом, потому что все-таки для меня трейдинг это больше такой, да и трейдинг, я бы в этот термин вкладываю понятие. Свинги? Ну, да, я скорее такой вот позиционный, я могу держать позицию там свою, не знаю, от нескольких недель до нескольких месяцев. Мне абсолютно с этим комфортно. Ну, это далекие свинги. Ну, можно и так сказать, да. То есть, поэтому таким вот классическим трейдером, нет, я себя, наверное, не готов назвать. Никогда не был? Нет, не был. Я, может быть, пытался когда-то, но это не мое просто. Мне некомфортно было с этим. Там уж слишком много это требует внимания, так сказать, напряжения. И те, кто вообще хочет этим заниматься, они должны себе честно ответить на вопрос, ты способен этим заниматься или нет? Абсолютно верно. Психотип просто даже элементарно позволяет тебе сидеть, высиживать или не позволяет, или ты начинаешь ногти сидеть. Абсолютно, да. Наверняка есть люди, которые, например, скажем, просто являются хорошими трейдерами, но при этом там не читали умных книг, как бы не имеют какого-то хорошего образования, но торгуют лучше, чем там, вот в дейтрейдинге, так сказать, лучше любого крутого управляющего. Просто потому, что у них другая выдержка, там, другой подход. Как-то они более спокойно относятся, что ли, к убыткам и так далее, и так далее. То есть тут сначала самому себе нужно задать вопрос, а нужно ли тебе это, собственно говоря, чтобы... А если нужно, то зачем? Не, ну зачем, понятно, чтобы заработать денег. Многие, ты знаешь, приходят, некоторые, большинство вообще себя обманывают и... Это другой вопрос, что обманывают, да. Понятно, что у нас, к сожалению, вот иногда я захожу, там, читаю, что пишут люди, там, на трейдерских форумах и так далее, создаётся впечатление, что у большинства такой подход, что это очень, как бы, просто. Может, они пишут, что это просто, всем хочется. Ну, да, этого проверить никто не может, да, поэтому, в общем-то... Ну, статистику, ты же знаешь, не хуже меня. Статистику мы все знаем, да, что, в общем-то, там, я думаю, максимум 5% там выживают. Это через 3 года, я думаю, что 5% не остаётся. Ну, да, наверное, на Форексе и того меньше, там, наверное, максимум 1%. Но при этом реклама, как бы, этих контор, она повсюду и когда тебе дают тебе, там, двухсотые плечи, как бы, но при этом не объясняют, чем это чревато для твоих денег. Поэтому, в общем, нужно себе задать вопрос, что тебе нужно. Вот мне, например, гораздо комфортнее торговать без всяких плечей просто на свой кэш, как бы, на свои. И просто дать возможность рынку отыграть твою идею какую-то. Вот, например, там, сейчас я люблю индекс, там, золото добывающих компаний. Золото сейчас, там, out of favor, как бы, не очень... И между ETF. Да, ETF. Я, честно говоря, отдельными акциями стараюсь не торговать. Почему? Потому что у меня просто нет времени их анализировать. Почитать ее фундаментал, понятно. Их анализировать. А играть, как бы, в лотерею с рынком я не хочу. Потому что, если вы возьмёте, вот, тот же самый индекс золотодобытчиков, куда входит, по-моему, порядка 30 компаний, это один из моих любимых инструментов, потому что он, во-первых... Какой ты смотришь? GLD? GDX, я смотрю. GDX. GLD – это ETF на само золото. А GDX – это ETF на индекс майнеров. Он, чем хорош, как бы, он очень волатильный, как бы, он даёт возможность заработать неплохо. Он более... Он, на мой взгляд, достаточно предсказуемый, вот, по тому, о чём я раньше говорил. GDX – техника. GDX – техника, вот, соотношение к золоту, к металлу и так далее. Вот. И... Но при этом, при этом, там порядка 30 бумаг. Если взять каждую из них в отдельности, там можно нарваться на очень большой сюрприз. Как бы, вообще, майнинговая индустрия – это такая индустрия, где, там, я не знаю, где-то кого-то затопило. GDX – это не нашли проблемы, да. GDX – или, там, в Африке, там, не дай бог, кого-то убили, там, какого-нибудь президента. В общем, это всё может в день сделать... GDX – ну, да, в ETF, оно не отразится. GDX – ну, если одна бумага у тебя в ETF занимает, там, 2%, условно говоря. GDX – 3, получается. GDX – ну, там не поровну, там разные веса. GDX – вот, но, то есть, индивидуальный сток у тебя может уйти, там, на минус 20-30% в день легко на какой-нибудь новости. GDX – а вот ETF, он обычно даже в какие-то супер, там, волатильные дни больше, чем, там, не знаю, на 4-5% не ходит. GDX – это супер, таких дней, там, несколько штук в году. GDX – обычно он ходит, там, не знаю, в день. GDX – полпроцента. GDX – от одного до двух процентов, то есть, он ходит, там, в ту или другую сторону. GDX – этого вполне достаточно для того, чтобы какие-то свои идеи, как бы, отыгрывать на этом. GDX – вот, кому нужен, нужно больше драйва, они могут идти дальше уже, там, в отдельной стоке. GDX – вот, что еще? GDX – еще раз говорю, да, я вот люблю, люблю именно по этой причине ETF, потому что они позволяют, как бы, отыгрывать вот идею на какой-то класс активов, на группу, на сектор, на страну, например, да. GDX – но при этом… GDX – то есть, ты также смотришь ETF, то есть, на другие страны? GDX – да, ну, на самом деле, вот, их я смотрю гораздо реже, вот, но если смотрю, то только на страновые. GDX – то есть, я не смотрю, там, на какую-то отдельную бумагу, например, из, там, Вьетнама, но я могу посмотреть на вьетнамский ETF. GDX – ETF, да. GDX – просто потому, что, еще раз говорю, нету, несомненно, можно почитать, там, ресерч, от хорошего селлсайда, там, почитать и так далее, но просто нужно, если чем-то занимаешься, нужно этим серьезно заниматься, как бы, или вообще не заниматься. GDX – поэтому, если хочешь, там, торговать отдельными стоками, то, как бы, нужно этому выделить очень большие ресурсы. GDX – это одна из, кстати, причин, возвращаясь к нашему основному бизнесу в Уралсибе, почему мы вот новые шесть фондов запустили именно на ETF широкие. GDX – то есть у нас есть, например, фонды, которые называются фонд акций развитых рынков, фонд акций развивающихся рынков, фонд сырья, фонд облигаций. GDX – то есть вы сами, в принципе, их создаете, правильно? GDX – нет, мы берем готовый ETF, но почему мы не готовы, например, в рамках этих фондов активно выбирать какие-то отдельные стоки вместо ETF-ов? GDX – потому что я считаю, что у нас для этого нет просто достаточной экспертизы. GDX – и, честно говоря, я скептически отношусь к компаниям, которые, например, управляют западными индивидуальными бумагами, сидя в России, GDX – не встречаясь с менеджментом тех компаний, не видя, как они ведут бизнес и так далее. GDX – да, мы все знаем, что такое Google, Apple, Microsoft, но если ты хочешь узнать поближе бизнес этих компаний, то из России это трудно сделать, читая просто чей-то ресерч. GDX – любая уважающая себя управляющая компания должна иметь свой собственный ресерч, я считаю, buy-side-ресерч, так называемый, который зачастую, чьи рекомендации очень сильно отличаются от sell-side-ресерч. GDX – вопрос, как ты смотришь, сейчас мы поговорили об S&P, как ты смотришь российский рынок? GDX – российский рынок, как я сказал, он, на мой взгляд, находится все еще в широкой консолидации уже на протяжении двух лет. GDX – ну вот с текущих уровней, да, где мы сейчас находимся? GDX – с текущих уровней, так как он не пробил, во время последнего своего похода вниз, не пробил нижнюю границу консолидации, то, на мой взгляд, чуть больше вероятность, что он пойдет обратно к верхней границе. GDX – вот, но это все еще лотерея, пока мы внутри этой консолидации. GDX – вот когда мы из нее выйдем в ту или другую сторону, GDX – я всегда говорю то же самое на семинарах, и это, видишь, называют люди твоими моим гаданием. GDX – ну, на самом деле, ты говоришь очень правильную вещь, нужно подтверждение. GDX – если мы пробиваем какую-то из границ, вот тогда мы получаем какое-то подтверждение. GDX – я правильно понял? GDX – да, другое дело, что, когда мы говорим о двухлетней консолидации, GDX – она получается очень широкая, у нас там, условно говоря, 1200-1600. GDX – канал очень большой, да. GDX – очень большой, и не у всех есть терпение просто это делать. GDX – но тогда можно другой, как бы, подход, можно работать внутри этой консолидации, да. GDX – например, пойти на более мелкий масштаб. GDX – искать те же уровни. GDX – да, и торговать, например, не на недельных и не на дневных графиках, GDX – а сделать себе, там, часовой график. GDX – 30 минутки, часовики, да. GDX – торговать на нем, но тоже, как бы, отслеживая какие-то уровни. GDX – потому что, ну, наш рынок, он очень спекулятивный, и, в общем-то, как я говорил, живет, в общем-то, в последнее время, да, не только последнего, всегда, в общем-то, такой был, это деривативно-глобальный рискаппетит, на мой взгляд. GDX – то есть он очень редко бывает, когда он растет, скажем так, в виде такой тихой гавани, как это, это последний раз было в 2008 году, и мы все знаем, чем это кончилось. GDX – и сейчас очень сильно, большое количество людей пострадало, вот, даже те, кто, там, арбитражеры, вот, на нефти, то, что было, да, когда практически все играли на спред, и пока что спред так и не разошелся, то есть мы соединяем с очень маленьким спредом между, что ты по этому поводу скажешь? GDX – вот, честно, за нефтью, как за отдельным рынком, не смотрю. GDX – вопрос пришел к нам с интернета. GDX – «Добрый день, можете ли вы посоветовать акции каких европейских компаний, можно ли бы долгосрочно инвестировать в Сергея?» GDX – «Опять же, я возвращаюсь к тому, о чем я только что говорил, отдельные акции я не могу посоветовать, потому что…» GDX – «Тогда давайте скажем, какую европейскую страну ты бы посоветовал, посмотреть». GDX – «Опять же, вот, у нас есть еще время, да?» GDX – «Три минуты». GDX – «Для чего мы сделали эти новые фонды в Уралсибири?» GDX – «Для того, чтобы давать возможность людям заниматься классической asset allocation». GDX – «Давай объясним, что такое asset allocation, это распределение фондов.» GDX – «Распределение активов». GDX – «То есть, это означает, что не является нашей задачей находить тот фонд или тот актив, который вот обязательно сейчас выстрелит». GDX – «Вы предлагаете нарезку из пяти салатов, из четырех салатов, и человек выбирает». GDX – «Такую нарезку, которая, как показывает наш исторический бэктестинг, при более низкой волатильности показывает более высокую доходность, чем, например, индекс S&P 500. GDX – «При том, что он включает в себя и фикс-цинком инструменты, и сырье, и деньги. То есть он заведомо имеет более низкий риск, чем рынок акций S&P 500, но при этом на исторической перспективе он показывает более высокую доходность. GDX – «Посмотрели 2008 год, период падения образа, что упало, кто выдержал, какие фонды выдержали. Вы смотрите, например, 2009 год, когда был борный рост, кто лучше выстоял, но стояли хорошо в 2008 году. GDX – «Понятно». GDX – «Наличие валютной составляющей здесь тоже играет большую роль, на мой взгляд, потому что в периоды какие-то кризисные, как правило, наш родной рубль, он теряет свою стоимость против, – $20 и евро. GDX – «Полета». GDX – «Полета была первая высота. Теперь вы были метанским результатом в 2008 году, и в 2008 году, если вы сидели там в фондах западных акций и облигаций, они тоже потеряли в цене, в долларах, но за счет переоценки, как бы, ваш рублевый минус был гораздо-гораздо меньше, а по некоторым продуктам, типа фондов-облигаций, он мог быть даже по итогам 2008 года «плюс» показать в рублях, Потому что, как мы помним, осенью восьмого года рубль очень сильно упал, процентов на 30, кажется. Соответственно, вот идея... Да, мы пошли до 36 рублей были. Да, идея как бы именно вот в распределении активов между разными инструментами и валютами. Мы в Уралсибе верим в то, что клиент, который хочет какого-то сиюминутного роста, сделать сиюминутную ставку на рынок, это не совсем наш клиент. Мы хотим все-таки воспитывать вот такого долгосрочного инвестора, который готов сам своими руками создавать свой, как я это называю, пенсионный фонд. Потому что нужно понимать, что пока ты сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Та пенсия, которую, в общем-то, платит государство, недостаточно для достойной жизни. Да, такой подход не приведет никогда к сверхприбылям, не знаю, заработать 300-400 процентов за год. Вопрос, как бы, что вам нужно. Если мы говорим о каком-то семейном капитале, то такой подход, он более правильный. Понятно, что более спекулятивные вещи вы можете отыгрывать на своих брокерских счетах с небольшими активами. Колбасить, как ты любишь говорить. Да, то, что называется колбасить. А все остальное – это asset allocation, диверсификация по странам, по валютам, по инструментам. Дорогие друзья, великолепная беседа сегодня. Григориан Сергей, директор по инвестициям компании, управляющей компанией «Уралсиб». Всем огромный привет. Сереж, тебе огромное спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...